Друзья, ну что, сырники в духовке? Творог я сделала сама, можете у меня посмотреть, если что, я еще покажу, как я делаю творог. Добавила яйцо, добавила немножечко растопленного сливочного масла, абсолютно немножечко муки, такие не совсем ровные сырники. Вот, растоплю, разогреваю духовку, вот она уже почти разогрета, и поставлю туда, сколько не знаю, посмотрим. Я первый раз делаю здесь, в Америке, в этой духовке, в электрической, вот такие сырники. Все, разогрелась. Разогрелась, и в духовку. Так, ставим время, сколько не знаю, примерно поставлю. Там буду смотреть. Ну, это много, конечно. Ну, я так, буду поглядывать. И сегодня решила на обед. Сырники у меня готовятся в духовке. Вот, немного сметаны. Это мед в прикуску. Вот здесь у меня немножечко кофе, я разогрею, потом добавлю молока. Вот, и сырники в духовке у меня сейчас. Потом я все покажу, вот, что у меня получилось, пока готовится все. Кофе я отправлю в микроволновку, это все быстренько. Вот здесь я не буду вытаскивать, сметану уже облежу, что будет. Ну, вот так. И в прикуску у меня будет мед. Ну, что, вот такой обед я себе устроила. Вот кофе немножечко, сметана, сырники в духовке и немножечко у меня будет мед. Приятного аппетита и мне и вам. И сегодня мы учимся делать пожарские котлеты. Итак, у меня фарш. Здесь у меня где-то 1,4 кг, ну, пусть будет 1,350 кг. И к нему, конечно, я... Если это полкилограмма, то можно взять одну луковицу. Но я взяла две. Может быть, кто-то любит в котлетах лук, а кто-то не любит в котлетах лук. Ну, сегодня у нас будет немножечко с такими лайфхаками, какими-то штучками для того, чтобы сделать пожарские котлеты. Пожарские котлеты делаются из птицы. Ведь я приготовила противень с пергантой бумагой. Может быть, придется еще один подставить. У меня будет хлеб, что я обычно не плоду, но это у меня такой вот хлеб для тостов. Один хлеб здесь у меня, а другой у меня, я скажу чуть попозже, такой лайфхак. Итак, вот в таком вот блендере у вас может быть другой, пожалуйста. Итак, сейчас опорежем лук, взобьем молоко. Значит, на полкилограмма нужно 120 мл молока. Раз у меня кило 350, ну так, значит, 2 и еще немножечко. Такие вот чашки по 120 мл. Можно взять 240 и еще немножко. Молока я сюда заброшу, взобью. Дальше сюда же, сюда же вот этот вот хлеб. Есть ли у вас корочка? Ну, может быть, даже корочку я уберу, посмотрю. Сейчас я его открою и посмотрю. Итак, мы приступим. Лук почистили. Ой, много всего будет у меня какого-то такого интересного. Итак, лук почистили. Сейчас я его просто порежу и закину в блендер. Когда вот так вот забиваем лук в блендере, то практически его и не будет чувствоваться. А еще с молочком, с этим, потом еще какие-то вещи, нюансы. Так что все будет хорошо. Итак, лучок в блендере. И его практически и не видно, и не чувствуется. А вкус есть. Итак, молоко. Молоко. Я возьму сейчас целую чашку и еще немножко. 120 миллилитров на полкилограмма фарша. Итак, сейчас чашку 240 я налила. И вот еще немножко. Не совсем. Умираю. Все. Это у меня получается 120. 120. Я не сделала ее неполную. Все. Сейчас я взобью лук с молоком. А потом добавлю уже сюда хлеб. Я взбиваю молоко. И вот каждый раз я проверяю. У меня лук. Вот есть еще кусочки, да? Сейчас еще немножечко. Я еще немножко порвзбиваю. Лук с молоком. Потом уже хлебушек. Я, правда, отрезала корочки. Но я сейчас посмотрю. Я взобью. Если мне понадобятся корочки мягкие. Нужно только те корочки убрать, которые сухие. А которые нормальные, свежие, нужно и оставить корочку. На полкилограмма, у меня же больше, я сказала, кило 350. Я так примерно взвесила. Ну, приблизительно 350. Это нужно где-то 3-4 кусочка. Да, нужно с корочкой, но только почистить там, где есть высохший батон. Любой. Какой бы хотите. Конечно, мы взбиваем. Взбиваем. Сейчас я посмотрю, какая будет консистенция. И я добавлю еще, может быть, эти корочки, которые я отрезала и отложила. Ну что, вот я добавила еще корочки. Значит, консистенция не должна быть жидкой. Должна быть такой вот хорошо, чтобы положилась. Здесь она стояла вот с... Здесь вот так нужно еще немножечко подобрать. Да. С боков. И я еще взобью. Итак, смотрите, консистенция. Видите, вот. Ну, еще нужно погоще. Чтобы просто вот положить одним... С матами, чтобы она лежала, а не стекалась. Не было жидкой. Ну что, итак, вот фарш. Выложили фарш. Я так думаю, что нужно хорошо его поразмять. Вот так. Кто-то спросит о яйцо. А нет яйца. А хотите, пожалуйста, сами сделать яйцо? Вот я сделала как бы вот такое небольшое углубление. И сейчас я сюда вот эту вот нашу хлебную массу, вот такой вот соус, я сюда его и вылью. Вот видите, как получилось масса? Немного. Вроде бы было много, когда взбивали, а совсем немного получается. И вот хлебушек, молоко и лук вот совершенно не было чувствоваться. Но сам фарш, и все будет такой нежный, вкусненький. Так и так остается нам посолить и поперчить. Соль, перец. Я думаю, что вы уже сами знаете свой вкус. И можно туда это все класть. Сейчас я поперчу и посолю. Ну вот, как видите, соль, перец. Все перемешаю. И будем делать дальше уже котлетки. С очень интересным лайфхаком. А, подождите. Сейчас я еще натру на терке сливочное масло, которое достану из морозилки. Я все перемешаю, а потом добавлю сливочного масла. Вы видите, такими стружками сливочное масло. И опять надо будет размешать. И масло сливочное, оно будет в мясе, и будет в мясе давать вот такой вот мягкий оттеночек, вкусненький. Вот масло натюруем. Сейчас это все перемешаю. Если в луково, молочно, хлебный, вот этот вот соус, можно взять любой батон, то вот в следующем этапе, когда мы делаем такую корочку, такой вот ежик из хлеба, то его нужно взять именно для тостов. У меня получилось так, что часть, большая часть я заморозила. Я его заморозила. Вот это вот самое важное. Я заморозила. Почему? Вы сейчас увидите. А в общем-то я скажу, потому что легко резать на такие ровные, хорошие кубики, что нам это очень важно. Обязательно взять сейчас хлеб для тостов, который поджаривается, специальный хлебушек для тостов. Итак, масло размораживается потихонечку, и мы сейчас его хорошенечко в фарш. Заморожены в морозилке. Пока он батон, вот это еще надо все успеть. И вот хлебушек. Вот отрезаем корочки, и дальше нарезаем вот такие вот кубики. Вот я отрезала корочки. Вот они, корочки. И теперь будет легко, когда хлебушек заморожен, легко резать вот на такие кубики. Сейчас будем резать. Я завернула, сложила и поставила на противень с пергаментной бумагой. Господи, устаешь. Вот хочется, чтобы получилось. Вот стараешься. Так вот происходит. Сейчас еще нарежу кубиками и покажу, как я это сделала. Итак, мы порезали хлебушек квадратиками. Замороженную легко режете. Берем котлетину. Хорошенечко ее. Тут вот сливочное масло. Вот видно, да? Ставим на краешек. И потихонечку заворачиваем. Заворачивание хлебушек, чтобы котлетка была на хлебушке. Если что, подправляем. Вот. Все. Теперь мы эту котлетку переносим на противень. Вот уже две котлетки есть. Итак, сделаем все остальные. Мне кажется, что мне понадобится еще противень. Когда хлебушек подморожен, он легко режется на такие кубики. Когда он немножечко уже подтаял, то это уже сложнее. Ну вот. Мои ежики. Там, где вот что-то будет не хватать, вот где-то тут будет не хватать. Я добавлю вот такую курочку. Чуть-чуть. Все будет поджаристое. Так что все будет хорошо. Оставшийся у меня фарш. Если у меня останется фарш. Я просто поджарю котлетки. Вот и все. Так. Теперь я здесь сверху положу, вот так обложу сливочным маслом. Масло будет растекаться, пропитывать вот эти вот ежики все. А можно растопить сверху, полить маслом. Тоже будет хорошо. Хорошая идея. Может быть, в следующий раз я растоплю и вот просто вот топленым маслом сливочным вот так вот побрызгаю эти ежики. Духовкой я разогрею 180 градусов, а у меня 356. Разогрею духовку и на полчаса. Оставшийся фарш вот у меня есть. Я просто сделаю в кляре. Сделаю яйцо и пожарю сверху в сковородке. Не в духовку, а я имею в виду сверху на сковородке. Ну вот. Масло я поставила. Если у вас хлебушек выпадает, вы его просто назад воткните в фарш и все будет хорошо. Просто воткнуть в фарш. Подправить. Все. Теперь масло растопится и будет пропитывать хлебушек. Ну что, все. Котлеты в духовке. Ждем. Я поставила. У меня 350. Я поставила час тут. Но я буду смотреть. Где-то через 40 минут я уже буду смотреть. У каждого своя плита. Каждый знает. Я еще до сих пор так и не знаю свою плиту. Вот эту электрическую. Поэтому я просто поставила на час. Будет меньше. Значит, я выключу. Будет поменьше. А дальше посмотрим. Котлета. Очень вкусная. Очень пахнет. Вкусно. Очень вкусно. Приятного аппетита. Пробуйте. Вы попробуйте так сделать. Это будет очень вкусно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.